Дома вовремя не подключают к отоплению, ветхое жилье разваливается, насекомые сыпятся с потолка. Ответственные лица исполняют свои обязанности, не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Жители этой девятиэтажки вовсю бьют тревогу, их атакуют тараканы. Некоторые даже боятся находиться в своей квартире. Он бежит, жильцы по возможности, у кого что есть, потому что весь расставник у нас пошел именно вот от этой квартиры. Замерзают регулярно. Жители двухэтажки несколько недель добивались, чтобы в их дом подали тепло. У нас проблема с отоплением. Получается 25-го уже официально должны были подключить все дома, у нас не было отопления. В подъезде дома на Георгия Исакова по соседству с жителями живут тысячи тараканов. Они буквально падают на голову с потолка. Как живется в таком доме и какие меры предпринимают жильцы, чтобы истребить эти полчища насекомых? У кого их никогда не было, даже люди, прожившие здесь много лет, стали обнаруживать у себя в квартирах тараканы. Дети стали ночами бояться спать. Вот со второго этажа буквально сегодня утром, нет, даже вчера, муж увез жену в деревню, потому что дети побоялись спать. Спали при свете. Естественно, что ну как, ну невозможно. Видите, как тараканы падают на голову. Тараканья активность началась около полутора месяцев назад, жалуются жильцы подъезда. По всему потолку это мы еще немного смогли потравить, у кого какие были средства. Вот, вот, вот. А так их было еще в два раза больше. То есть они прямо даже вот так вот по двери, вот так вот все, они вот были, было большое распространение. Как живется вам тут, расскажите. Ну так, ползают, заползают. А в квартире ползают? Ну, иногда встречаются. Как спасаетесь? Ловушки пока что расставляем. Деклопоз. В светофоре купил. Вот такой флакон за 80 рублей. Сбрызгали. Чистый дом. Это вообще даже осы, комары. Ну, вся движимая, недвижимая. Вот так брызнул, все, вздыхает. Потом какой-то яд 53 купил. Сейчас вот такую коробку. Вот, видели там посыпано везде. Вот этот яд 53. Водичкой его побрызгаешь маленько, мужики проходят, падают. От этого заразы. Ну, никакого вообще эффекта. Не работает. Не работает, вообще не работает. Источник распространения усатых – злополучная квартира 55А. Я была в этой квартире. Это было в апреле. Он затопил под собой четвертый этаж. Ну, досталось, конечно, и третьему, и второму. Соответственно, что постучались к нему. Там квартира в таком ужасном состоянии. Там полная антисанитария. У него санузел протекал. То есть, как бы там запахи были ужасные. Он даже сидел на полу. Говорить практически он не мог. Поэтому там, ну, это не удивление, что тараканы поползли. Ужасное состояние в квартире. Попасть в эту квартиру сейчас люди не могут. Дверь никто не открывает. В управляющей компании владельцы квартиры долгое время ничего не знали. Хотя готовы провести дезинфекцию. Час назад буквально выяснили, что жилец этой квартиры умер. Было везде в соцсети распространено, ну, вот эти вот все фотографии ужасающие, так скажем, как из фильмов ужаса. Вы уже обратили на это внимание. Из родственников никто не откликнулся. Никто не позвонил. Никто не пришел. Как показывают наши открытые источники данные Росреестра, мы видим о том, что в 2019 году на квартиру было оформлено право собственности. То есть, умерший был собственником. Путем поиска по данным нотариата мы видим о том, что наследственное дело открыто у определенного нотариуса. Соответственно, нашлись некие потенциальные собственники, наследники, которые обратились за открытием и принятием наследства этого. Чтобы получить полную выписку данных умершего и наследника, необходимо обратиться в органы нотариата. В данной ситуации основание весомое, подчеркивает эксперт. И в дальнейшем мы уже направляем. То есть, если у нас есть прям данные о том, где проживают потенциальные наследники, мы направляем им претензию. Либо уже сразу в исковом порядке обращаемся в суд с исковым заявлением о приведении имущества в нормативное состояние. То есть, чтобы была проведена дезинфекционная обработка и так далее. Каштыр на ты. Люди бежит. Борьба за тепло для жителей дома 40 на улице Советской армии – дело привычное. А жить в квартире при температуре в 13-14 градусов – вынужденная мера. Ведь дом вовремя не подключили к отоплению. С 25-го мы начали звонить в управляющую компанию. Все дружно, через час каждый обзванивал. У вас порыв. Звоним в БТСК. БТСК говорит, этот порыв не касается вашего дома. Нету порыва. Подключайте, запускайте отопление. Звоню в управляющую, берет та же самая девушка трубку и говорит, что порыв в БТСК. Не понимая, что она общается со мной же. Дальше бесконечные звонки жильцов в управляющую компанию, администрацию железнодорожного района и попытки разобраться, в какой все-таки инстанции случился прорыв. К слову, сантехники так и не пришли. А через несколько дней все же дали долгожданное тепло. Уже число 5-го, наверное, 6-го. Тут раскапывать что-то. Хотя отопление уже как бы запустили. Раскопали, выключили все отопление. Мы опять без отопления. И вот сейчас вот как бы оно есть. Ну, опять же, не прогрело. Ни дом, ни квартира. По словам жителей двухэтажки, это не первый год, когда их дом поздно подключают к отоплению. В принципе, чуть-чуть потеплее, потому что второй этаж. Мы очень сильно промерзли, пока у нас не было отопления дома. До сих пор сыро, влажно. В квартире сырость. В кухне вообще, вот моя квартира, да, в кухне под шкафами вообще вода. Все застелено, потому что пройти невозможно. Пол ледяной. Мы застилаем тряпками, чтобы ребенок мог пройти чисто в туалет. Вон, смотрите, что стены какие. С последствиями сырости, плесенью жильцы тоже борются как могут. Но проблема никуда не уходит. А между тем, градус в квартирах первого этажа поднялся лишь незначительно. Ну, то есть батарея здесь тепленькая. Здесь все, она холодная пошла. И так во всех комнатах. У нас вообще в зиму, даже когда есть отопление, промерзает входная дверь. Вот эта наша в квартире. Прям замок инеем покрывается, низ покрывается. Дом в предаварийном положении, говорят жильцы. Около 20 лет назад делали стяжку. Однако фасад продолжает осыпаться. Жалуются и на ремонт в подъезде. Два года назад собственники за свой счет облагородили помещение общего пользования. Не видно, что ремонт. Все отваливается, все разваливается. Как бы подъезд сами подерживали. Да и территорию жильцам приходится убирать самим. У нас нет дворника. Мы все делаем сами. Чтобы у нас, по крайней мере, хотя бы вот как-то жить более-менее чистенько, мы во дворе все убираем сами. А почему нет дворника? Ну, управляющая компания нам не предоставляет. Они говорят, что на доме мало денег. Платим мы все, платим мы все вовремя. Платим как за полноценное жилье. Двухэтажку обслуживает управляющая компания «Наследие». До организации нам дозвониться не удалось. Мы направили официальный запрос. А пока собственникам остается теплее одеваться и надеяться, что холод может помочь замедлить старение, увеличивая продолжительность жизни организма. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это был «Коммунальный патруль». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова